Скажем так, условно, вот два человека одинаково делают то же самое, ну, строят больницу, вот, допустим. Один строит это из искреннего желания исполнить заповедь Христову о любви к ближним. И со смирением это делает, прекрасно понимая, что всё, что он имеет, эти средства – не его, а они, Божьи. Он только распорядитель этих средств. Кстати, имейте это в виду. Всё, что мы имеем, это не наше. Это нам дал Бог, хозяин, помните, дома правителю. И мы распоряжаемся этим. А он смотрит, как мы распоряжаемся. Кстати, святотический тезис, какой здесь, какой очень интересный. Наше, знаете что? Только то, что мы дали другим. Правда, интересная мысль. Я вот недавно как раз был в Риге, ну, и там был приём со светскими людьми, да, и один из них, высокопоставленный человек, был очень поражён этим, когда услышал, он просто ахнул, когда услышал то, что наше только то, что мы даём другим. Его это крайне заинтересовало. Так вот, оказывается, из разного состояния сердца мы можем совершать то или другое деяние. Кажется, оба строят одно и то же. А вы знаете, тут требуется наша вера, если хотите. Каков дух, таковы и плоды. Если человек это делает ради Бога, ради исполнения той заповеди Божьей, со смирением это делает, и плоды будут спасительные для тех, кому он делает. Если, напротив, человек занимается этой благотворительной социальной деятельностью по мотивам совершенно другим, по мирским, и особенно из тщеславия, из гордыни, чтобы потом повесили на стене эту доску, где его имя выбито, вот такой-то сякой построил тогда-то. Так? Увы, по закону духовному этот плод не будет добрым. Всё, что делается из тщеславия, не приносит доброго плода. Это надо запомнить. Это надо, друзья мои, запомнить. Это один из законов духовной жизни. Вот мы с вами говорим там о духовной жизни и так далее. Запомните, пожалуйста. Потому что мы постоянно, очень часто, мы стоим перед чем? По каким мотивам я буду делать то или другое? Я прям чувствую в себе это, в себе. Может, вот я вот так вот делаю. Всё, что делается, исходит из гнилого корня тщеславия, не принёсет доброго плода человеку. И, увы, может не принести этого плода и другим людям. Поэтому очень важно совершать любой труд, как пишет в Арсенове Великий, что нужно сопрягать любой труд со смирением. То есть, что значит со смирением? С пониманием того, что это Бог дал мне возможность это только сделать. Он – это, а не я. Я только инструмент, как труба медная. Что она? Звучит. Разве она сама это? Нет. Она звучит потому, что в неё трубит человек. Бог всё даёт. А мы только инструменты. Если хотите, мы делатели, праведные или неправедные делатели. Мы можем со смирением и желанием исполнять это дело. Господи, благослови! Да будет твоя воля! Это одно состояние. А другое делаю я. И сейчас заявлю перед всем миром. Ещё соберу сейчас все камеры, всех корреспондентов и так далее, которые будут видеть, для чего же я хорош. Всё. И никакого проку тогда не будет для человека, этого человека, от его благотворительной деятельности. Христианин ничего не получит. Эта его социальная деятельность будет отравлена, чем как бочка мёда ложкой дёгтя. Это будет отравление. Отравление чего? Души. И, я вам скажу, помните, что пишет апостол Иаков? Может ли из одного источника течь вода сладкая и горькая? Если мой источник горький, отравлен этой ядовитой горькостью, неужели, я думаю, принесу людям пользу? Мы же понимаем.